Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь рифы-призраки по точкам юга Тихого океана. Вот здесь вышла на первую координату рифа Мария Тереза, вот здесь на вторую. И дальше вот шли-шли-шли. И пришли, наконец, в третью точку. Девочка жила на Урале. А мальчик вообще в Сибири. Они много книжек читали про приключения. И у девочки была любимая книга «Дети капитана Гранта». Там корабль разбился в необитаемый остров в середине Тихого океана. И только капитаны Гранта двумя матросами спаслись. Они бросили в океан письмо в бутылке, где написали, где их искать. И яхта Дункан отправилась на их поиски вокруг всего земного шара. А когда наши мальчики и девочки выросли, этот остров, где нашли капитана Гранта, все еще обозначалось на картах, но в интернете написали, что его, наверное, и нет. У мальчика и девочки родились две своих дочки. И вместе все они. То есть мы пошли в середину Тихого океана, чтобы самим проверить, оправдали ли, что остров Марии Терезы не существует. Лада в гнезде читает книжку. Я специально это тут от спальника огорожаю, просто спальник не такой приятный, как пододеяльник. Вот все. Это я все из всяких пододеяльников, спальников, одеял, подушек. Разве не классно? Очень классно. Охота прямо в твое гнездо залезть сразу. Правда, ножки еще не согрелись. Ну там у тебя карман из одеяла под ножки. Сейчас согреется. И при этом все вот так укрыто. Все. Ну сиди в гнезде. Подарок тролльщик. Ух ты. Ну давай расскажешь потом. Прекрасное раннее утро. Тихий океан. Круиз на яхте. Романтический. Очень романтический. Но рифа как не было, так и нет. Нету. Нету Марии Терезы. 226 метров до него. Прямо по курсу. 160 метров до рифа Мария Тереза. Другая панорама. И мы рубимся против ветра. 50 метров. 38. 38. 33. 28. 24. Ай, 9, а 3 надо делать. Клин, 2 метра. Здесь Мария Тереза должен, как в Манаве. Только что прошли по рифу Мария Тереза. И его не обнаружили. Глубины 5 километров. Мама говорит, что если у тебя есть большая мечта, то ее надо обязательно исполнять. Даже если страшно. А папа... Папа ничего не говорит. Он просто берет курс на мыс-горню. Никогда не думала, что в такую даль я с кем-то попрусь. Был просто ужас, что так долго, много времени в океане провести. Никогда мне такого в голову не приходило. искать рифы, риф Марии Терезы. Я бы даже не подумала о том, что туда можно полезть. Я совсем не жалею, что так случилось. Ну, потому что мы теперь крутые. Ну, потому что это было классно. Это вообще классный экспириенс. Только что своим прохождением по точкам с координатами, указанными на адмиралтейских картах, доказали, что рифа Мария Тереза, она в жестомотопорке существует. Три возможные места его координат мы прошли по Жюлю Верну, по уточненным координатам в Атласе Российском, точнее, в Советском, в Большой Советской Циклопедии. И вот сейчас была третья точка, указанная на адмиралтейских картах британских и новой зеландских. А рифа Мария Тереза не существует по этим координатам. Возможно, где-то он еще и блуждает, но все возможные точки блуждающие при этом районе. А мы прошли. Ну, что теперь верить? Верим в русских мореплавателей, которые своим безграничным мужеством докажут все, что угодно. Все, что угодно. Вот здесь показан трек, как мы чуть-чуть промахнулись на 400 метров мимо центра и решили непременно вернуться. А нет, здесь он еще не показан. Вот здесь показан. Вот так мы прошли южнее немножко. А потом выползла я и сказала, Андрюша, это или баловство, или экспедиция. Если это экспедиция, надо пройти через центр. И мы развернулись и прошли через центр. А ну да, сегодня время 5.31. 12 часов разницы с Москвой. И 20 декабря. 2018 года. У меня страхи такие, типа, может быть, мы наткнемся на риф и что-нибудь такое. Днем мне не так же страшно, а вот вечером, ночью мне страшно. И чтобы уснуть, успокоив, чтобы мысли лишние изгнать, плохие из головы. Чтобы сделать настроение героическим, нужно петь очень героическую песню. Это называется «Ты человек, ты сильный, смелый». Куда подует ветер, туда и облака. По руслу протекает послушная река. «Но ты человек, ты сильный, смелый». Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. В честь теплого дня из-за купителя начали раздаваться подозрительные звуки. «Тихо». 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 «Молода, как пальто рекой. Ты мне, я на прохожем. Это день никого же. Почему? Я весёлый такой. А я играю на гармошке. У прохожих на минуту, с ожеленью, Терма с ветером, только раз в году. Что это на то? Прилетит вдруг волшебный голубой, Весолете и весоле. Что там болтается? Я не выхожу на полгу, когда холодно, когда ветер сильный. Я просто сижу дома и жду. Ну, читаю там, пишу дневник иногда. Зарядку делаю довольно часто. Не бойтесь оторваться от дивана. Вставайте и делайте, все получится, я в вас верю. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...